Сегодня отобрали лучшие районы для жизни по ЭДВНЖ в азиатской части Стамбула. Ты на канале Turkey Space, я Олеся. Я Владимир. Погнали! Сначала опишем, по каким критериям оценивали районы. Это транспортное сообщение, социальная инфраструктура, то есть школы, детсады, больницы, почтовое отделение, банки и все в таком духе. Наличие парков, тишина и спокойствие в районе, озеленение района, удобство расположения магазинов, аптек, кафе, ресторанов, безопасность района, также публика, которую населяет район и общая атмосфера в районе. И первый район в нашем списке это Кадыкёй. Район расположен у входа в Босфор, один из старейших районов азиатской части города. Архитектура в нем представлена как новыми сетэ, так и частными домами и также малоэтажными домиками. В районе имеется большая набережная для прогулок, а также пристань с паромами, чтобы добраться до островов района Адалар, это Принцево острова. И также в европейскую часть города можно на паромах добраться. А также паромы, занимающиеся осуществлением водных прогулок, тоже сосредоточены в Кадыкёй. Кстати, видео про прогулки по Босфору можно вот здесь вот посмотреть. По всему району разбросаны несколько парков. Это парк Гёстепе, Фенербахче парк, парки Уюрус, Йолу, Мода парк и еще множество других парков. Имеется целая торговая улица, в народе считающаяся аналогом улицы Истекляль. Ну, как по нам, конечно, это совсем не аналог, но прогуляться там можно, и там действительно куча разных магазинов, кафе, ресторанов, бестро на любой вкус. И там всегда огромное множество людей. Кстати, про улицу, которую аналог Истекляль, можно посмотреть вот здесь. Вообще, во всем районе множество разных кафе, ресторанов, как с традиционной турецкой кухней, так и рыбных ресторанов и ресторанов с уклоном на блюда из морепродуктов. Даже имеется ресторан русской кухни под названием «Рустик». Фермерский рынок расположен прямо напротив метро, где продают не только овощи и фрукты, а также там представлены мясные лавки, прилавки с рыбой и морепродуктами, а также куча других продуктов в небольших магазинчиков. Торговые центры, спортивные залы, студии йоги, теннисный корт, баскетбольные площадки, стадион «Улькер», парк развлечений «Бостанджи». Это все места, куда можно сходить для развлечений и там отдохнуть, весело провести время. А если же тебе надо место, куда можно сходить и получить визуальное удовольствие, то из известных здесь находится популярный музей игрушек и несколько других менее популярных музеев. Футбольное поле, несколько больниц, школ, детских садов, университетов, много банков, почтовых отделений, пунктов выдачи наличных денег Payporter. Это все, куда нужно идти при переводе денег через золотую корону и контакт, а также пункты выдачи денег при обналичии криптовалюты. Все это тоже имеется в районе Кадыкёй. Еще там имеется реформатская церковь. В общем, район настолько самодостаточный, что, живя там, никуда не требуется даже выезжать куда-либо. Архитектура района представлена очень уютными зелеными улочками, как с малоэтажными домами, так и с современными СИТЭ, жилыми комплексами. И атмосфера в районе достаточно колоритная, как в курортном городке. Люди сутками напролет отдыхают и куда не спешат, ходят все такие расслабленные. Район пользуется большой популярностью среди иностранцев и особенно среди россиян и украинцев. Цены на квартиры в последние пару месяцев здесь сильно возросли и составляют от 20 тысяч лир. Иногда попадаются варианты и за 15 тысяч лир, но такие предложения становятся все реже, и квартиры эти уже будут попроще. Ну и улетают они, как горячие пирожки. С чем это связано, надеюсь, ты понимаешь. Район прекрасно подходит для семейных людей, семей с детьми и одиноких пар, то есть всем. В районе большое сообщество русскоговорячих, и для тех, кому это важно, он сможет себе с легкостью найти компанию для совместного времяпрепровождения. Следующий район в списке – это Искудар. Это еще один район азиатской части города. Район прибрежный с огромного размера набережной для прогулок, где всегда очень людно. На набережной располагаются различные кафе, рестораны, которые всегда заполнены. В районе удобное транспортное сообщение, ходят и автобусы, и долмуши, и метро, и мармарай, а есть даже пристань, откуда буквально за 10 минут на пароме можно доплыть до самого центра Стамбула. В районе очень много парков, равномерно распределенных по всей территории. Много больниц, школ, банков, почтовых отделений, пунктов выдачи наличных при переводе через золотую корону и контакт, а также обменники криптовалюты. В районе полно разных достопримечательностей, такие как Девичья башня, сериальная улица, разные мечети и множество других небольших музеев. Полно спортивных залов, есть теннисный корт, баскетбольная площадка. Район насыщен разными кафе, ресторанами, классическими турецкими магазинами. В районе также имеется несколько торговых центров, в том числе и шикарный торговый комплекс под названием Акасия, где, кстати, представлен огромный магазин Apple, а их всего три в Стамбуле. Вот один из них в этом торговом центре. Также для прогулки в районе имеются элитные районы с домами и дворцами, где живут зажиточные горожане. И если ты не относишься к таковым, можешь погулять среди таких домов, которые поражают взор. Есть колоритные старые деревянные дома, которые добавляют особой живописности улицам этого района. Архитектура района представлена как уютными узкими улочками, так и широкими площадями. Район очень зеленый и колоритный. Летом, когда гуляешь по нему, ощущаешь такую яркую курортную атмосферу с отдыхающими людьми в уличных кафе, на лавочках, зевающими рыбаками и точками продажи турецкого стритфуда. Район не очень шумный, отлично подойдет для разных запросов. Очень привлекательным его делает наличие паромной пристани. Ценник на аренду в этом районе от 15 тысяч лир на квартиру попроще и от 20 тысяч лир на квартиру с хорошим ремонтом и приближенным к метро. Если рассматривать квартиру в довольно отдаленном расположении от метрополитена с простеньким ремонтом, то попадаются такие экземпляры, как за 10 и 12 тысяч лир. Ну, нужно понимать, что в данном случае это больше фортуны, их надо успеть еще словить. Следующий район в нашем списке – это Бейкос, один из самых огромных районов города и пока не густо заселенных. Район интересен тем, что он просто утопает в зелени, расположен на берегу Черного моря. В нем также есть пляжи для отдыха с большой прибрежной территорией для прогулок. В районе очень развита социальная и транспортная инфраструктура, имеется свой паромный причал. В районе расположено множество парков и лесов, в которых гулять – одно удовольствие, а также сосредоточено много специализированных оборудованных парков для пикников и парк для автодомов. Ким? В районе много больниц, школ, разных центров с секциями, секция стрельбы из лука, секция серфинга, секция баскетбола, волейбола и множество других. В нем расположено множество спортивных залов. Также в нем полно банков, почтовых отделений, пунктов выдачи наличных золотой короны, контакта и криптообменников. В районе множество фермерских рынков, даже есть собственная ферма овощей и фруктов, откуда можно заказывать свежайшую клетчатку прямо на дом. В границах района расположен свой зоопарк, где можно провести время, весело погулять, поглазеть на животных. Также там имеется множество ресторанов, кафе, магазинов, под любой ваш запрос. И архитектура района, она представлена в основном малоэтажными домами, частными жилыми домами и вилами. Сам по себе район очень красивый и просторный, ритм жизни там размеренный, население представлено в основном обеспеченными турками и иностранцами. Узкоговорящих в районе еще пока что не очень много. Этот район подойдет под все запросы с семьям, с детьми, молодежи и одиноким людям. Ценник на аренду зависит от близости к побережью и метро и будет начинаться от 20 тысяч лир. Чем удаленнее от моря и метрополитена, тем дешевле. Можно найти за 15 тысяч лир. И если же квартирка будет попроще, то может попасться и за 11-12 тысяч лир. Мы выбрали три классных района для проживания по нашему мнению, не рассматривая особо критерий именно ценника в этих районах. И да, буквально в начале года цены были совсем другими, в несколько раз ниже на аренду, чем это сейчас. Но от этого качество жизни в районах все-таки не снизилось. Поэтому, пожалуй, все, что изменилось, это доступность этих районов для граждан и стран постсоветского пространства. Так что, если ты располагаешь бюджетом, то рассматривай эти районы, они действительно очень комфортны. А в одном из следующих видео мы рассмотрим районы, исходя из ценника по их доступности и соответствию цены и комфорта. А пока подпишись на наш канал, чтобы нас становилось больше. Ставь палец вверх, чтобы алгоритмы YouTube чаще показывали это видео другим пользователям. Свои вопросы, замечания, предложения и истории можешь отправлять в комментарии. Свидаться с нами можно через почту, которая указана под видео. А также мы запустили сайт, где можно подать свою заявку на поиск квартиры в аренду в Стамбуле или Анталии или связаться с нами в WhatsApp по указанному номеру телефона на сайте. Обняли, подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока! До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok